Здравствуйте, Евгений. Уже нашлись активисты, ратующие за снос всех статуй Иисуса Христа. Он представитель белого европейца. А это уже проявление белого шовинизма. Моё мнение по этому поводу однозначно. Во-первых, почему еврейский бог решил воскресить именно иудея, а не негра, неизвестно. Во-вторых, среди первенцев могли быть негры. И в-третьих, эти их заповеди совершенно не политкорректны. Например, «Не укради». Это что такое вообще? А где же взять телевизоры? Что вы думаете по этому поводу? Да, действительно, если «не укради», то где же взять телевизор? И телевизор, и... Ну, почему древнееврейский бог воскресил иудея? Очень просто, потому что он древнееврейский бог. Там же не написано, что это русский бог, славянский бог, советский, французский, эстонский бог. Это чисто еврейская иудейская история. И вот этот мифический, легендарный раввин Иисус такой очень непростой судьбой. Это сейчас по судьбе, я вспоминаю, Виталия Яковлевича Вульб. Она была женщиной трагической судьбы. А здесь, значит, мужчиной трагической судьбы. То есть, это их история, сугубо их история. Почему не неграм? Ну, слушайте, вот вы так сейчас меня спрашиваете. Я вам могу ответить, но не в эфире, конечно же, почему. Там вообще об этом речи не шло. И я вам напомню, что вообще эта идея, что есть единый хомо сапиенс, вот вообще есть единое человечество, она сугубо не просто белая, она изобретена европейцами, не просто европейцами, а конкретно шведам, то есть самым-самым вообще белее никуда, Карлом Линнеем. И до Карла Линнея, до середины XVIII века вообще вот этой умной, глупой, какой хотите, идеи его не было. И всем тем, кто вякает что-то против белых и там пытается поставить перед швалью на колени, людей перед швалью поставить на колени, надо напомнить, что именно белые люди изобрели, их не было никогда, их вообще нету в природе, они ни на небе не написаны, ни в ДНК, ни на природе, ни в генетике, ни на листочках, ни на облачке, нигде не написано. Вот слова хомо сапиенс, человечество, права человека, это все полностью изобретено белыми. Как и борьба с расизмом, это тоже изобретено белыми. И вы говорите, если раньше белые были неправы, вот белые были неправы. А кто дал гарантию, почему мы должны верить, что белые правы сейчас, когда они с этим борются? Вот раньше же веками и научно, и в институтах, и законодательно было так. Сейчас сказали, мы же, наши же, сказали, что это неправильно. А кто дает гарантию, что потом, через какое-то время, скажут, что это была колоссальная ошибка, и вот за это, за то, что отвергают расизм, надо сажать и прочее. В этом и комизм, и ужас. Потому что я как историк, я когда смотрю на весь этот идиотизм, всю эту шваль, которая сейчас там бегает, громит магазины и перед дерьмом вставит на колени, я повторяю, что, ребята, вы вдумайтесь, отмена рабовладения в мире, вот земной шарик, да, но он шар, там он немножко, на самом деле, научно, у него другая форма, ну, окей, звучит хорошо, шар, да, вот на всем земном шаре всегда было рабовладение, черные с черными, белые с белыми, воровали там, я не знаю, крымские татары веками воровали славянских детей, продавали, почему по этой же логике не хотите поставить крымских татар, значит, на колени перед славянами, перед украинцами и московитами, и русскими, и так далее. Были рабы всегда на востоке, и сейчас есть рабы на востоке, сейчас есть рабство в Африке. Откуда появились, значит, рабы у белых? И только из двух категорий, только из двух, да, их продавали сами, сами африканские вожди продавали своих же белых, либо их захватывали, воровали арабы и продавали также или своим арабам, или белым. Кто первый и единственный во всей мировой истории на всем земном шаре освободил рабов, освободил негров? Кто? Белые освободили. И ни африканцы, ни арабы, никто, ни инопланетяне, белые, белые все подарили. Понимаете, цивилизацию закона и сделали, значит, этого придурка Обаму, президенту. Уже все, уже дали все, уже, значит, позитивную дискриминацию, когда берут абсолютного дебила в институт США только потому, что он вот выглядит вот конкретно вот так вот, а из-за этого не поступает какой-то замечательный умный человек и прочее. То есть уже все сделают, нет, все равно грабят, все равно... Понимаете, это нескончаемый процесс, потому что надо разъезжаться, но неуживаемо. Потому что их бесит отнюдь не положение. Они же там уже миллиардеры, они уже миллиардеры. И они все равно бесятся. Они бесятся по одной простой причине, они никогда не станут нами. Они бесятся, и поэтому до полного, понимаете, исчезновения, уничтожения того, кого они для себя решили, это они, это не мы, понимаете, себя врагами, они не успокоятся. И, кстати, я прошу всех сейчас вспомнить, записать, изучить и рассказать всей швале, всем левакам, кто у вас там сокурсники, родственники, сослуживцы и прохожие, которые вякают, что такое левацкое, изучите историю Гаити. В 2004 году африканцы на Гаити полностью вырезали, убили, уничтожили все белое население, включая женщин и детей. И детей. Я повторяю, это не репрессия, это не нападение, это что-то. Они полностью до единого человека вырезали. Это в мировой истории беспрецедентно. Это нонсенс. И вот вы это должны знать. И почему они не хотят на колени встать перед белым? Мне просто интересно. По этой же гнилой, блюдочной, альбатцевой логике. Пусть встанут. Пусть какая-нибудь дуреха, идиотка поставит их на колени. По этой же логике. Понимаете? Или у вас нет принципов. Или вы или снимите, или наденьте. Черт возьми. Поэтому вы должны это очень хорошо знать. И, кстати, ладно, они не просто вырезали. Они там организовали свое бандитское логово псевдогосударства. Какое? Самое нищее в регионе. И до сих пор Гаити – это не просто нищета и убожество. Это абсолютная нищета. Это полное отсутствие закона. Это бандитизм тотально ежедневно. Я не говорю про коррупцию. Хотя уже сколько туда и деньги посылают, и гуманитарные миссии, и что-то абсолютно бессмысленно. Посмотрите на Либерию. Вот потрясающий пример Либерии. Государства, которые фактически пытались по лекалам, естественно, белых создать уехавшие из США африканцы сами. Что они сделали первое? Они превратили местных жителей африканцев в рабов. Причем не просто в рабов. Потому что рабы были в Риме, рабы были в Российской империи, рабы были в США, рабы были везде. Но они их превратили в рабов совершенно, даже на одно животное не используют, как по-свински, по-скотски использовали своих соплеменников африканцев, которые вернулись из США. Изучить этот вопрос. И даже в 30-е годы США и Европа на несколько лет прерывали дипломатические отношения с этим псевдогосударством, потому что там была такая смертность от репрессий. Там африканцы уничтожали африканцев сотнями тысяч, вы поймите. Кстати, изучить фотографии, это очень смешно, когда переехавшие из США вот африканцы в Либерию фотографируются на фоне своих рабов, но в одеждах, в одеждах как бы там, как бы белых, как бы викторианские. Это так комично, я не хочу в эфире, но это я могу много, вы знаете, терминов вам сказать, как это выглядит, как на чем это выглядит. Это просто надо видеть. Это надо видеть, насколько это комично, безобразно, как минимум. Поэтому я повторяю, вот был земной шар, на котором было миллион вариантов рабовладения, и только белые освободили рабов. Они вообще породили идею освобождения от рабства, породили идею прав человека. И почему подонки неблагодарны, понимаете? И почему ливацкие подонки внутри популяции придают и совершают вот это мерзость. Все, кто сегодня в СМИ, в России, на Западе, пытаются оправдать мародерство, бандитизм, они действуют строго по методичке чекистов из СССР. Потому что это так уже было. Вы знаете, была такая страшная страна СССР, которая тратила огромные деньги русских и нерусских людей на пропаганду ливацких, скотских идей по всему миру. Внедрение агентов влияния, кормили ливацкую прессу, кормили, значит, засылали чекистских игрушных агентов, чтобы они разваливали западные цивилизованные страны. И изнутри во многом виноват в СССР империи зла. Мы уже знаем, знаете, были... Ой, у меня Шатилова вела новости, и там были всякие псевдоаналитики и корреспонденты. Естественно, Бовин, естественно, Зорин такой же, как Бовин. Вот, и какой-нибудь Зорин в каком-нибудь США находил самого снаркоманившегося африканца вот под забором, который на пособии живет, ничего не делает, и наркоманит. И Зорин его спрашивал в микрофон советский, как вам живется в СССР. Этот выродок, значит, наркоманский бандит ему отвечал very cool, что Зорин переводил для совков как очень тяжело и плохо. Вот, и, значит, Анна Николаевна Шатилова красивым поставленным голосом объявляла что-нибудь вроде того, значит, что никогда еще так скупо не были украшены новогодние улицы Лондона, Нью-Йорка, Парижа и прочее. Дальше понуро бредут там, значит, бандиты из профсоюзов и прочее. Короче говоря, это все было. И все эти левые скоты, которые сегодня, вот, знаете, так проснулись, они действуют ровно, но сейчас уже, скорее всего, по собственной воле, по методичке советского КГБ. Причем нынешние чекисты, они-то уже все смекнули, они уже многие на Хапале имеют виллы там в Майами, в Нью-Йорке, в Берлине, в Ницце, в Италии, на острове, на озере Кома, на озере Кома, и Лагу Маджоро и прочее. И они уже, наоборот, не хотят там бандитизма, и не хотят, чтобы дикари там были, понимаете? Они уже имеют там красивую жизнь, и этого не хотят, они уже сейчас этого не делают. Но зараженные вирусом советской пропаганды, псевдоинтеллектуалы, левадская пресса, они продолжают действовать четко по методичке преступного вот этого советского, в этой индустрии чекистской, понимаете? Поймите, если вы не преодолеваете трудность на пути к цели, к заветной, так сказать, информации или предмету, это вообще не путь. Это вообще не путь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...